Здарова! Сейчас мы вместе с вами посмотрим новый новостной выпуск, как я думал, скорее всего новостной, от Сындука, который называется Банг Гарри Поттера и Фури из Ну Погоди. Погнали! Такс, 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 что это тут у нас, а? Эээ, ничего? Ну ладно, тогда этот выпуск дарюста можно отменять. Хотя, погодите, есть ощущение присутствия чего-то незримого. А это трейлер новый? Да. Слушай, это тоже нам показывали. А кто? А, точно. Ударил, никого нету. Там какая-то тень, контуры, ножки размазанные. Его специально из трейлера вырезали, чтобы не палить раньше времени. Вот почему. Слушай, мы не видели в трейлере. Были там микрокадрами. Но я видел какие-то кадры в новостях, что было три паука откуда-то. Да, все, что будут все. Там был Человек-паук? Нет. Это, если вы вдруг не в курсе, фрагмент нового трейлера Человека-паука «Нет пути домой», а точнее его бразильская версия. А, говорили, да, бразильская версия. Ладно, это было смешно. В бразильской версии написал тоже комменты, что там типа есть этот кадр, а в обычной другой версии нету. И там вот это показали. Во всем остальном мире эту секунду с невидимым ударом по ящеру не показали. А вот монтажер в Бразилии прокололся и спалил, что Марвел, скорее всего, вы... Да ладно, там уже все поняли давным-давно. Ну, типа, когда в трейлер первые из трейлеров, все же начали орать. А че-то, если появились враги, злодеи, то как бы пауки. Все уже после первого... Тем более начали кричаться на таких комиксов там, кроме в комментариях. А тем более после «Винома 2». Да, сказали, что стопудово там все будет четко. Ну, типа, все появятся. Вырезали из ролика двух других спуди. Один устремляется к электро, а второй... А, они есть прямо на самом деле. ...вечера. Это подделка. Либо так, либо в фильме нас ждет появление Человека-невидимки. Чувак, ты давно там стоишь? Я, по сути, невидим. Возможно, Человек-невидимка был и в прошлых частях, и до этого момента он лишь наблюдал. Промо-компания Человека-паука раскрывает фильм как матрешку на оборот. Очень, не очень. Сначала тизернули завязку со Стрэнджем, Пауком и мультивселенными, а уже во втором трейлере показали всех пацанчиков-злодеев. Паучков из других фильмов они решили утаить, хотя все уже давно знают, что там будут Тоби Магуайр и, кажется, Энди Гарфилд, которому стоит дать Оскар за то, сколько усилий он вкладывает в опровержение своего присутствия. Ха-ха-ха, я не буду, не буду, честно, 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 да, не получишь ни копейки. Честно, меня нет, меня нет. Бесплатно будешь работать, что на период. Меня нет, меня нет, ты не работаешь. Пальцами, пальцами, главное, пальчики скрестить. Пожалуйста. В фильме выкатывая целые тирады на интервью о своей непричастности. Впрочем, будет очень забавно, если в итоге окажется, что в киношке никаких параллельных пауков не планировалось и не будет, и все это фанаты сами себе напридумывают. Да там мужик этот будет, его в трейлере спалили. И они сделали две версии, да? Какую? И посмотрят на реакцию фанатов после трейлера, да, что они хотят. Типа, а, не думаю, что будут пауки, а мы возьмем и не вставим их. Вставим версию без пауков. У них все провалится. Люди просто психанут и байкатнут. Скажу, у тебя наши пауки? А вдруг будет этот поворот? Это у тебя будет этот поворот. А у большинства людей, это у тебя будет этот поворот, и обыграли. А у большинства людей скажут, вы охренели, и все. Завысив ожидания до сумасшедшего уровня. В один из таких моментов даже у меня прекратило выделяться пауки. Хорошо. Нас как минимум ждет воскрешение Тони Старка и кроссовер всех тетушек Мэй. Здравствуй, Питер. Пока Марвел скрывает мультивселенских насекомых, Ворнер Бразерс объявили, что делают мега-мультивселенский файтинг с персонажами своих франшиз в стиле Супер Смэш Брос. Тут прям вообще все. Мультиверсус, в котором Супермен может подраться с Финном и Джейком, Ария навалять Тому и Джерри, но в конечном счете все равно победит Супер Саян Шегги. Это выглядит странно. Это уже не первый раз, когда Ворнеры превращают популярный интернет-мемчик во что-то официальное. Ультра-мега Шегги уже появлялся в сцене после титров в новом мульте по Мортал Комбат. Я этого прекола не знаю, короче. Это какой-то мемчик для знатоковскую беду, короче. По возможным ДЛЦ в МК-11, но все оказалось еще круче. Так что в будущем ждем в мультиверсусе как бойцов МК, так и, например, всех, кто появлялся на фоне второго Спейс Джема, включая Рика и Морти. Че, круто, что ли, до хрена? Может, и до экранизации когда-нибудь дойдет. Из этой истории с межпространственным конфликтом спокойно выгодила Спейс Джем 3, только на этот раз с боями без правил вместо баскетбола. Впрочем, клевая завязка для такой экранизации уже есть. На Хэллоуин Adult Swim опубликовали шуточный эпизод милого образовательного шоу «Учимся с Пиби». Подожди. Прикинь, ребенок смотрит такой, у него же психотрава. Я думаю, он спилал, а сейчас начнется резня какая-то. И уже на этапе заставки резко превратился в крипипасту про уничтожение мира анимации Cartoon Network, Ханна Барбара и Warner Bros. какой-то всепоглощающей черной жижей, делающей из героев нашего детства цифровых зомбарей. Вот и крипи пошло. Возможно, именно это и происходит. Я чувствую, это будет новый айсберг, да? Айсберг детских травм. За кадром со всеми закрытыми и отмененными мультфильмами. Внезапно за две с половиной минуты... Не, ну это как бы не детское шоу, это типа подкос за детское шоу, но... То есть зрители получили себе несколько новых сценариев для «Ночных кошмаров». Спасибо. Ролик быстро развирусился, и пользователи требуют превратить его в полноценный сериал. И со стороны канала было бы странно не воспользоваться таким хайпом. Тем более, что права на всех представленных персонажей у все тех же Ворнеров. Им принадлежит и Далсвим, и Cartoon Network, и даже Гарри Поттер. А как же Джей К. Роулинг, спросите вы? Ну, похоже, что для Ворнер Бразерс ее больше не существует. В этом году кинопро... Да, я слышала. Они игнорируют, да. Да, из-за вот этой вот культуры отмены, они использовали на ней этот приемчик, вот за все эти вот высказывания, в которых просто ничего такого она там не говорила. А что она сейчас сказала? А, не помню, просто что-то про трансгендеров, и в итоге мы все повозмущались, да. Да, что она не принимает. Причем она там поддерживает ЛГБТ, все ок, а тут трансгендеров что-то она не то сказала. И то там как-то она сказала очень корректно, что-то такое прям супермягкое, но все равно, что-то захейтили дико. ...франшизе ГП стукает 20 лет. В честь такого юбилея анонсирован спецэпизод с возвращением в Хогвартс всех значимых и причастных к фильму. О, я слышала про это. Я вернулся! Кроме самой... А, я помню, ты мне сказала, Алина будет новый фильм по Гарри Поттеру. Я такая, только не по проклятому дитя, только не по проклятому дитя, только не по проклятому дитя. Пожалуйста. ...создательница Гарри Поттера. Связано это с прошлогодним скандалом, когда она ответила, что ей не нравится прогрессивная идея трансгендеров называть женщин не женщинами, а менструаторами, на что транс... Вот, понимаешь? Вот она сказала, что ей не нравится, что называют менструаторы. И ей сказали, фууу, ты ужасная, Джон Роллинг. Понял? Да? Нормально? Ок. Все ок, окей. Ну мы просто еще не настолько прогрессивно, вот в СМГ сидим такие... ...сообщество оскорбилось, и на роль... На самом деле, просто это Твиттер. Твиттер это отдельная вселенная. ...моментально обрушилась вся жестокость канцл-культуры. Какого дьявола ты здесь шумишь? Так что теперь писательница, придумавшая волшебный мир... Прикинь, а ее не зовут. Это жесть. ...на самом главном событии этого мира. Это как Мартина, они позвают на Игру престолов. Или как Сапковского, они позвают на Ведьмака, понимаешь? Ну то есть, типа... Или Толкина не позвают, блин, на Волшебный колец, если бы он был бы жив. Понятное дело. ...на последние годы. Ты никогда не вернешься в эту школу. Никогда! Абсурд? Фанаты уже требуют от HBO все-таки пригласить ее на встречу с актерами и создателями фильма, но компания пока молчит. В адрес Роулинг же массово летят не только килотонны поддержки от фанатов, которым не очень нравится, что HBO решила навариться на франшизе Роулинг без участия Роулинг. Про ее твит годовалой давности все еще помнят и продолжают ей за него припоминать. Жесть, у нас он уже всякий за Регину Тодоренко забывает через два месяца, а тут за этот твит ее все чехвосят и чехвосят. Заваливая письмами ненависти, угрозами физической расправы и даже устраивая мини-протесты под окнами дома. Такие милашки. Ого. Привет. Я вас не звал! Идите на... С Гариком Патеряном в этом месяце был связан еще один мини-скандальчик, раздутый буквально из ничего. Дело коснулось игры Harry Potter Magic Awakens, которая доступна пока только в Китае. Надеюсь, у меня получился британский акцент. Игроки заметили, что после попадания заклинанием по персонажам женского пола их лицо искривляется... Это же... Охигао или как-то... Да, тихо-тихо, пока сейчас заскринет. Все, скриньте, скриньте. А что, ничего не получилось? Да, конечно. Что-то оргазмическое. Это скандал. Геймплей игры... Агихао? Агихао? Агих... Ай, пофиг. Так, и каким образом китайцы сумели разглядеть там на хигао-фейсы... Да, хигао. Ну, что-то есть такое. Ну, есть, есть. Все начали бомбить, что это слишком пошляет несовершеннолетних героинь, на что разрабы поспешили ответить. Спокуха, народ, это всего лишь бака, а не фича. А, сошла. Язык. Язык отрывался просто. А, получилось прикольно. А вы же там уже... Надумались себе. Фантазия ваша разыгралась. Фу, пошляки. Да. И вообще видели, что призыки проходили сквозь подбородок. Все поправили. И поправили. Не в том плане, что язык теперь высовывается как положено, а в том, что никаких намеков на хигао в игре больше нет. Хорни игрокам с задетыми чувствами даже подкинули внутриигровой валюты, чтобы те угомонились, но инфоповод оказался слишком мощным, так что журналюги зацепились за мыльные скриншоты и наводнили СМИ новостями о шокирующей и скандальной хи-тайной видеоигре по ГП. Ну там вообще ничего такого не было. А в итоге, видишь, как в игре крутили? Блин, капец. Ну а когда эта игра выйдет за пределами азиатского рынка, до сих пор не ясно. Ясно только, что она является условно-бесплатной, так что грядет очередная дойка фанатов магии и волшебства. А сейчас главная новость ноября. Я завел собаку. Знакомьтесь. Какой пупс. О, как-то... Классный. Голден ретривер, наверное. Но это не Лабрадор, мне кажется. Или Лабрик, нет. Белый ретривер. Лабрик, да? Нет, нет. Или ретривер. И ее появление в Твиттере вы приняли примерно в 100 раз. Милашка. Активнее и теплее, чем вообще все, что я делал за... Вот она. Бездна контента называется. Просто заведи котика или собачку и пости милоту. Последние пару лет, что заставляет задуматься. Может, я должен делать обзор на собак? О, прикольная. Так что, почему бы и здесь не упомянуть мою дорогую дедишечку? Ведь хорошие песики куда лучше плохих котиков. Да, я про Буби Котик. А у него реально фамилия Котик, смотри. Прикольно. По-русски звучит как котик. Ну, прикольно. А интересно, есть русская фамилия Котик? Я знаю, что есть кот. У меня в классе училась девочка по фамилии Кот. Да? Да, а вот котик, интересно, есть? Ну, на эти котики есть кот. Прикольно. Ну, да. У меня была еще девочка по фамилии Заяц. И кот, блин, прикольно. И Жук. Нормально. А интересно, есть там Зайчик, Котик, вот такие фамилии? Тоже на лову Activision Blizzard. Там продолжает твориться какая-то лютейшая дичь. На фоне всех последних скандалов компания даже перестала быть самой дорогой игровой компанией в США. Теперь это барабанная дробь Роблокс. О том, что за шумиха кипит за дверьми офиса игровой компании, я вкратце рассказывал в прошлом месяце. Цирк продолжается. Обвинения в домогательствах и бездействии дошли до главы компании, Бобби Котика. Из расследования The Wall Street Journal выяснилось, что он не только сам неоднократно шалил, пользуясь властью, но и помогал сотрудникам скрыть случаи домогательств. После публикации поднялась волна возмущения. Руководители Sony и Microsoft Xbox пригрозили прекратить партнерство, а сотрудники Activision Blizzard массово подписывают петицию, призывающую сдвинуть котика с пастой. Типа котик должен уйти. Ну а в самой активированной метелице результат расследования отрисают и готовы защищать котика до последнего. Зато вот у их конкурентов из Riot Games наоборот, все цветет и пахнет бабочками. Новый сериал по мотивам League of Legends бьет рекорды и хайпит по полной. Да блин, да нет. Ну типа его просто закупили очень сильную рекламу. Реклама сильно очень запахнули. То есть если игра в Кальмара захайпилась за ТикТока, реально просто забирусилась, хотя бы вообще его никто не рекламировал. А здесь его просто прям очень много рекламы закидали, прям ну очень много, и поэтому дали актива. Ну вот спичи вот так вот, аааа, есть, возьмите. Реклама, давай. Не знаю, насколько она хорошая. Но мы не смотрели. Кто бы мог подумать, что мультик по мотивам видеоигры, являющейся по большому счету ее рекламой, может быть таким интересным и красивым. Не, выглядит красиво. Если без спойлеров, то некоторые моменты с логикой и мотивацией главные героини вызывают некоторые вопросы, но в общем и целом это и правда весьма захватывающий сериал с классным визуальным подходом. Можно любой момент ставить на паузу и скриншотить, и это будет выглядеть как картина маслом. Говоря об экранизациях видеоигр, совершенно неожиданно анонсировали новый мульт про Червяка Джима, культового абсурдного супергероя 90-х, который... Для кого? Для взрослых дядек, которым там 30 лет или 35, которые будут такие, ой, Червяк Джим, это герои моего детства. Или для кого? Для восьмилетних, которые играют в Майнкрафт. В последние 25 лет пропадал неизвестно где. Это обыгрывается и в тизере. В своем интервью повзрослевший Джим сообщает, что только вышел с 25-летнего рехаба, и у него теперь кризис личности, потому что он больше не земляной червь, так как на родной планете давно не тусуется. В новом проекте у Джима будет команда из еще двух червяков и одного бычара. И вместе они отправляются на поиски планеты Земля, потому что там сам... У них какой-то суперкостюм. Ну, типа они там своим, видимо, тушкой танцуют и управляют костюмом, знаешь, там, импульсами. Эвкусная земля. Звучит все это забавно, но где щенок Питер? Где принцесса, как ее там? И вообще, когда все это выйдет? На эти вопросы, увы, не сможет ответить даже оригинальный создатель Джима, Дауктен Нейпл, потому что его в проект не позвали. Он стал собратом по несчастью с Роулинг. Как-то раз дед принял не те таблетки, в данном случае красные, и начал при любом удобном случае вводить западный интернет в курс своих взглядов на мир, после чего моментально слыл всем, что только можно фобам. А, вижу там все фобы, 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 и теперь до свидания. Гребут сейчас работает таким образом, что некоторые высказывают... Вот, видишь, как у него костюм устроен? Понял? Нет, я не понял, куда идет дальше шея. Куда? Вот, вот, внутри, все внутри в механике. Да, а где он, где он заканчивается? Вот там, где пипка? Нет, нет, там внутри все в кожухе в этом механическом, вот так вот вниз. Бум? Да? Да. Они работают? ...равнозначны выстрелу самому себе в оба колена. Но Дауг не сильно на этот счет переживает, потому что существует краудфандинг, и на Кикстартере за консервативные точки зрения пока вроде не банят. Часть прав на Червяка Джима все еще у него, так что он уже успел собрать в сумме почти полмиллиона баксов на два тома авторских комиксов по Джиму, и рисует их в свое удовольствие, не зная бед. А вот Трей Паркер и Мэтт Стоун, в отличие от Дауга позволить себе Кикстартер не могут. Если помните, они подписали с Пармаунтом контракт на вагон и маленькую тележку со спешлами Южного парка, так что вынуждены играть по современным голливудским правилам, из-за чего, по мнению многих... Блин, зря, зря. Мне кажется, вот этот сериал вообще нельзя подписывать на Голливуд, потому что их будут загонять в рамки вот эти вот все, а в том-то фишка была Южного парка, что они прям максимально жестили. А теперь все будет очень сильно цензурено. Их шоу стало куда более беззубым. И вот первый спецвыпуск наконец увидел свет. В конце предыдущей серии старая добрая четверка друзей осознанно решает разойтись и пойти своими дорогами. Причем казалось, что на этом сериал должен был закончиться. Слишком уж важным и грустным был этот момент. Но это оказалось лишь перезагрузкой, потому что Саус Парк сделал скачок на 40 лет вперед. В начало эпохи, когда эпидемия коронавируса наконец закончилась. Сюжет начинается с того, что Кенни окончательно умирает, и постаревшие герои приезжают обратно в родной город на похороны. Но только вот все не так просто, как кажется. Там, естественно, есть какой-то заговор, и нужно найти тех сволочей, которые убили Кенни. Стоун и Паркер больше не концентрируются на современном мире, угорая над большими событиями вроде выборов и громких релизов. Теперь они предсказывают будущее, прямо как Кодзима. И выглядит оно пугающе, но спойлерить не будем. В общем, кажется, Южный Парк изменился навсегда и больше никогда не станет прежним. Хотя, кто их знает, вдруг это все окажется сном или альтернативным мрачным таймлайном. Что уж точно является альтернативным мрачным таймлайном, так это перезапуск, ну погоди, который... Не надо, пожалуйста, не трогайте его. ...пределожен был выйти еще в начале года, но что-то пошло не так. И первый трейлер... О, 3D-шный! Не трогайте его! Уберите свои руки! ...пад на днях. Наверное, ждали пока... Ааа, тогда еще дизлайки вот... Если бы они были видны, ну мы понимаем, сколько там... Это кроме консцент, да? Да. Конец, скроют дизлайк. Да, да, ждали. Там сверху видно все, ты так и знай. Кажется, единственный вариант для нормального продолжения, ну погоди, это если волк с зайцем попадут в мультик про Пибби. Да. В трейлере показали, как заяц бубнит что-то голосом Дмитрия Хрусталева и уворачивается от мороженого в стиле Матрицы, а волка кастрирует краб, пока озвучивающий его Гарик Харламов орет в микрофон. Ну и разумеется, волк больше не курит, а заяц больше не похож на фембоя. Тем не менее, у новой героини Косули, кажется, все еще есть шанс стать новой русской фури-иконой. Косуля-уля. Демонстрировать это на ютубе довольно опасно, но поверьте, по ней уже и фан-арты соответствующие рисуют. А, это были фан-арты, там были фан-арты, которые они-то показывают на ютубе. Да? Ну ты понял. Я понял. Удивительный феномен эти ваши фури, конечно. Даже с фоновой козочкой из новой серии наших объяснялкиных появился роскошный фан-арт. Наш художник Леша Тойджем немного посетовал на этот счет, но я вам так скажу. Мы всегда рады. Собственно, мы, наконец, отгремели со свежим выпуском Я это уже видел. Кстати, мы посмотрели, если что. Делал анимационного скейт-шоу Егора Лоскутова, в создании которого я и сам участвовал как саунд-продюсер, актуальщики и дизайнер. Они были? Ой, извиняюсь. Ты что, забыл? Он говорит, я хочу следить за своей любовью. Он ее засадил в камеру, а потом ее появили в другую серию, он ее резко разрубил. Жалко, что это было выпущено по отдельным сериям. Нам пришло собирать все в одно. Не, мне больше нравится, когда да, был один многосерийник, но с другой стороны, может быть, таким образом, как бы авторы не путаются. У каждого автора, у каждой студии, которая занималась своим проектом, отдельная была возможность свой ролик сделать. Потому что, видишь, они все неравномерные. У кого-то минута 30, у кого-то 10 минут. Просто совмещали. Ну, не знаю, почему разделили. ...эксонажей. Ожидаемо самым популярным мультом по итогам двух с копейками недель за момент... Мороз. Да, мне тоже больше Мороз понравился. Мне тоже. Мороз больше понравился. Он такой прям комфортный. Он такой прям хочется прям полноценный сериал по нему прям увидеть, понимаешь? Он прям... Еще, знаешь, под Новый год сюда прям вот очень хорошо прям... ...это релиза остается Мороз. Пробный выпуск предыстории Деда Мороза, которого озвучил Иван Породнов. Тот же актер дубляжа, что вот у этого чела из киберпанка. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. А вот так выглядел мой первый скетч Мороза, который я нарисовал, когда Егор рассказал мне про свою идею. Так он почти не изменился, посмотри. Он такой и остался. Ну, да, косичка в даде убралась, да? Ну, нет. Осталось, смотри. Даже костюмчик себе от куртки оставили. Так просто чуть-чуть виды изменили. ...наблюдать, во что он эволюционировал. В рамках Я это уже видел 3 вышел и оупенинг несуществующего аниме про конфеты, которые превращают в роботов тех, кто... Ну, тут прям как реально... Ну, вот дальше трикани. ...по рисовке. Ну, это студия, студия была. Рикани. ...анимейшн, фейковый трейлер к мета-переосмыслению преступления и наказания с профессиональной студии анимации делай, продолжение типа и топа, пара одноразовых авторских скетчей и аж 7-минутная серия объяснялкиных про передвижные зоопарки. На этот раз выпуск шоу был разбит в рамках эксперимента на ежедневные видосы. И кому-то это показалось отличной идеей, а кому-то наоборот. Комфортнее было бы смотреть целый выпуск... Ну, короче, нам, по нашему вкусу, комфортнее целый выпуск в одном смотреть. Да. Знаешь, когда, например, минута 33 выходит, а как ты выходила каждый день? Да. Ты включаешь такой, и тебе как-то мало этого совсем. Да, такой, ой, еще, а где... Дай, дай, дай. Так вот. Как изначально задумывал Егор. Самому ютубу так точно было бы куда комфортнее. Видеосервис явно запутался в алгоритмах и не мог разобраться, что именно ему показывать нашим подписчикам в рекомендованных видосах, которые выходили каждый день. Короче, по рекомендации мы заметили такую тему, что чем у тебя, типа, длиннее ролик... Мне видят, лучше рекомендуется. Да, лучше рекомендуется. Поэтому, если бы, я думаю, они сделали большую сборку, она бы лучше рекомендовалась, да. Лучше бы зашла. И тем более ждали очень хорошо. Потому что я это видел до этого очень хорошо заходило, я думаю, это было хорошо. Ну, может быть, в следующий раз они все равно будут делать. Я думаю, каждый год, наверное, такой будут делать штуку. Мне кажется, ну, на мой вкус прикольнее, если бы большая одна сборка. Мы прочитали кучу комментариев, посмотрели кучу обзоров и реакции и много всего обсудили и хотим сказать спасибо за то, что вы принимаете участие в формировании проекта. Дальше будет еще круче, целостнее и больше. О проекте на своих каналах рассказали крутые и важные поп-культурные ютуберы, такие как Оптимистер, DTV Animation, Культас, Медиалазер, Данте Крис, The Alex Rus, Студия Феникс и, конечно же, реакторы. Юмилия, Майни, Ландау и Дуфина. Такая лента была. Мои реакции! Вот писали... Блин, клево, они прям вообще всех посмотрели, получается. Даже такие небольшие каналы. Да, это хорошо. Это классно, когда поднимают опущенный престиж реакции, потому что... Имиш там упал, просто ниже Плинтуса было. Было такое время. Мы еще не знали, такие типа... Реакции за шквар! Реакции в 2018 году, или как это там, 19-м... Вы что, вообще, что ли? И мы такие, не понимаю, а что? А почему? А что не так? Да, вообще жестко. Наблюдать, что ютуб-комьюнити поддерживает независимые проекты, которые производятся на собственные деньги с творческими целями. Самовыражение, получение сценарного и... Блин, на самом деле, это очень дорого. Вот эту всю анимацию сделать, это... Ну, вообще, она же долгая. Во-первых, куча времени и куча сил. Она вроде минуту. Но там по кадрам все отрисовано. Ты видел меха-серкции, как отрисовано? Да. Ты представляешь, сколько там они... Сколько они на месяц рисовали? Я видел комментарии, вроде бы, от студии, от какого-то человека, который там участвовал, что-то такое писали. Они говорили, они полгода или восемь месяцев делали этот трейлер. И это нормально, такого проекта? Я представляю, я представляю, это жесть. И продюсерского опыта, и тестирование идей, из которых уже могут вырастать настоящие, большие, профессиональные проекты, которые... А, хотя нет, ладно, чуть было не заспойлерил кое-что, о чем мы расскажем чутка позже. Короче, спасибо всем за поддержку, а напоследок действительно самая радостная новость из всех. Бритни свободна. Певицу, за историей, которой мы следили всем каналом, окончательно освободили из-за занятия отца после 14 лет удержав... Слушай, папа, такие глаза краснуючие, как будто... Ладно, я не... Не надо. Воздержись, пожалуйста, да? Фанаты орали ором у здания суда, а Бритни в слезах благодарила всех, кто ее поддерживал. Свободу Бритни. Теперь она, наконец-то, может полностью сама распоряжаться. Да, она сама свой инстаграм запросила. Слушай, я... Сильного независимого. Я этих котиков только сегодня кидал тебе. Да? Да, там подбор на котиков. А я не зашла, не посмотрела. У меня не было провиски, я не зашла, не посмотрела. Я только чем заметила вас своими соцсетями, так что, скорее всего, в ближайшее время отпишите от меня в Твиттере. Эх, а ведь мы с 2009 года были с ней мьючулами. Точнее, с ее SMM-менеджером, да? Подписывайся на суббук на Егора. Я подписана, лайк поставил. Это мои реакции. Всем хорошего настроения. Всем пока. А, кьёв. Прикольно. Блин, прикольно. Слушай, мы видели-то бабушку. Да, она прям душевная. Ну, прикольно. Прикольно, необычно так смотреть. Она мне нравится еще к концу так вот чик, и камеру выключает. Всем пока. Да. Чик? Да. Клёв. Нормально, это нормально. Этим иллюзии берут, на самом деле. Да. Да. Своей, знаешь, такой какой-то не наигранности, а вот какой-то есть такой-то иллюзии. Модка, которой ты отличаешься от других. Вот это вот прям самое важное, да. Короче, по поводу, хотел сказать, ну, новостной обзор, как обычно, был интересный. Какие-то новости ты уже видел. Про Гарри Поттера знал, короче. Что-то не знал. Что-то не знал, короче. Что-то вообще прям не шаришь, типа компьютерная игра. Ну, это нормально для нас. Что я хочу сказать, что классно, что они делают этот проект. В принципе, я видела, и, знаешь, бывает очень обидно. Я видела там, и Егор тоже делал какие-то независимые проекты старые. Вот у него ролики есть. Там, черное зеркало по-русски. Я, кстати, смотрела эти выпуски. Мне понравилось. И обидно, что он набирает, они, по сути, столько же, сколько я там, не знаю, ролик Влада Бумаги или там новый клип Моргенштерна. Ролик Влада Бумаги, Алина, набирает по 10 миллионов. За день. Да. Я говорю, а там за все время в итоге так набирается. Это как бы обидно, потому что там реально очень интересно. Там прям интересный контент и сложный. И я представляю, насколько сложно делать анимации, собрать все этих людей, как-то все это организовать, короче, отрисовать. И, блин, здорово, если бы, конечно, это имело какой-то успех, потому что таким образом в Ютубе повышается, как сказать, ну, качество, что ли. Потому что, нет, я понимаю, что, знаешь, качество, понятие... Говоришь ты с реакциями, да? Да. А кто мог, кто чак крово мучал. Ну, блин, не, не. Я про то, что как бы хорошо, когда у тебя есть разнообразный контент. Не только, допустим, там клипы музыкальные или какие-нибудь там ТВ-шоу, а что бы у тебя были какие-то анимации, прям такие... Или какие-то творческие независимые проекты, какие-то мини-фильмы. Вот, видимо, в тренде мини-фильмы какие-нибудь. Кроме русских сериалов, которые идут там... Маша с Будунаша, Вышел замуж за миллионера. Ой, сейчас будет поморять, понимаешь, там. Да, да, вот это вот все, что... Все, такого же ничего независимого вообще нету в тренде, понимаешь? Именно таких вот в проекте. А было бы классно. Короче, вот такая реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.